Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала Арсен. Мы начинаем свою очередную передачу под кодовым названием ПАПАР. И мы ведем ее из ресторана в центре Таллина, который называется Силавей. По-французски, по-моему, Майт это такова жизнь, да? Такова жизнь, да. И наш гость сегодня снова олимпийский чемпион Майт Ризман, который в настоящее время проживает в Москве, но очень часто бывает в Таллине, как спортсмен, как общественный деятель, как журналист. И напомним, что Майт Ризман является президентом ватерпольного клуба «Динамо-Москва-Олимпийский». В связи с тем, что Майт Ризман очень часто стал бывать в Таллине, мы его в прошлой передаче уже почти что раскусили и предположили, что Майт Ризман, который баллотировался также на пост президента Эстонского Олимпийского комитета, хочет в будущем, наверное, я 100% неумерен, хочет в будущем стать политиком и может даже кандидировать на пост президента Эстонской Республики. Так, Майт? Давайте поговорим лучше о планах более близких. Ну, о планах более близких, тогда хорошо. Я тогда задам тебе вопрос, поставлю вопрос ребром. С чем ты в последнее время зачастил к себе на историческую родину в Эстонию в Таллине? Давайте так попробуем это рассуждать. Вы знаете, мы очень часто со стороны себя кажемся более объективными. Я вот человек, который с детства вырос, это мой родной город Таллинн, моя родная республика. И когда я отсюда уехал, это мне было 18 лет. Я теперь смотрю, возвращаясь в родную среду, возвращаясь, насколько меняются взгляды человека. Когда мы находимся и варимся постоянно в одной каше, мы не можем очень часто себе как-то дать объективную оценку. Но если мы, вот так как моя жизнь это сложилось, что я в Москве большую часть это жил, я 7 лет в Париже побыл тоже, и общался с очень многими людьми, и очень много в последнее время путешествовал и ездил, кажется, вот все эти проблемы как раз со стороны кажутся объективными. И вот когда ты видишь, что вот здесь мы в данном случае находимся, вот это не можем найти какого-то выхода с этих ситуаций, которые, а проблем, я считаю, в Эстонии предостаточно накопилось, я чувствую, что я своими взглядами как раз со стороны могу быть полезным, и хотя бы чем-то дать какие-то советы или что-то, чтобы люди немножко по-другому стали бы мыслить. Понимаете? Потому что я смотрю, насколько вот благодаря этому, ну, то есть тому жизненному опыту, которому я сейчас приобрел, насколько и меняются взгляды человека. Ну, Майд, ты половину жизни прожил в Эстонии, другую половину в России, в Москве, семь лет ты прожил в Париже, во Франции. Вот скажи, как тебе сейчас из Москвы, из Златоглавы, кажется, наши проблемы здесь, в Эстонии? Вот какие самые большие проблемы ты видишь в нашем обществе сегодня, когда ты приезжаешь из Москвы сюда? Хорошо. Давайте все-таки начнем с того, что я буду, я буду это рассказывать и выражаться, не с точки зрения москвича, а с точки зрения эстонца, который в своем сердце остается эстонцем, но человеком, который смотрит оттуда. Ну, первое, что попадается в глаза, то, что, конечно, эстонские политики, эстонская общественность думает, это раздувает, можно сказать, такой свой пузырь, честно говоря, в России и Москве такая тематика, она вообще не актуальна сейчас, как тема эстонии. Есть очень много этой проблем, это в мире совершенно других, и так как мы сами хотим себе представлять, эстония, эстония, для России, да никто ему хотите, живите сам у себя, не хотите с нами общаться, не общайтесь, это ваше дело. Жизнь все на свое место поставить, время покажет, кто прав. Понимаете? Вот это как раз самое главное, что мы постоянно как-то это представляем, что мы себе свою тему предлагаем, тему конфликтную очень, ну и об этом не так, она не такая уж актуальная, понимаете, насколько мы хотели бы его видеть. Мы как идем его все время, так это колем, 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 но остается это как-то без особой реакции. И это как раз для меня немножко обидно, понимаете? Мы должны позиции более конструктивные находить, более конструктивные. Вы знаете, ну очень часто, у меня даже спрашивают близкие друзья, я говорю, это не мое мнение, он говорит, ну про вашу республику, я говорю, слушай, объясните, ну вот мы вас понять никак не можем, это, ну, говорят про эстонцев анекдоты, да, до вас мы понимаем, все долго очень доходит, но объясните, у вас рядом, понимаете, вот такой стратегически сильный, сильный такой это сосед, экономическая мощь, все, ну почему, это же любому же понятно, ну почему с ним сражаться, может с ним все-таки легче дружить, это историческая необходимость, ну вы бьете себе в грудь постоянно, я не знаю, да и нас не волнует, это вообще, если существуете ли вы, не существуете, у меня есть некоторые друзья, нет, Россия хочет нас завоевать, она всю жизнь хотела нас, слушайте, ну кто в 22 веке, или какой, я не знаю, ну кто хочет кого-то завоевать, ну хотели давно это уже, все это понимаете, уже это произошло бы, и вот мне это очень обидно, понимаете, это что создалось опять-таки, эти темы, потому что рано или поздно, что мы говорим, или про Эстонию, или про Россию, это вот эти конфликтные моменты, ну идут просто, говорят, ну что вы этого солдата бронзово сняли, ну оставили покое, ну дали бы людям покое, ну что я говорю, еще шутка, когда на место поставить, я говорю, это уже, давайте эту тему не будем поднимать, это было на мой взгляд, ну просто какая-то, скажем так, это историческое недоразумение, ну люди там помнят, понимаете, потому что очень тяжело ставить себе, если ты, и проблема как раз заключается в том, почему это мы никак не можем найти, никакое сближение в этой проблематике, потому что, я со стороны смотрю, потому что русские смотрят его, с точки зрения, понимаете, этого большого, крупного, такого сильного народа, а эстонцы с маленького народа, с точки зрения маленького народа, с маленькой нации, и никто не хочет делать шагу назад, и вот я считаю, что вот в этом как раз и победа заключается, в этом как раз, и здесь надо найти какие-то общие точки, соприкосновения, потому что это ненормально сейчас в отношении, то никогда не приезжает ни один политик сюда, когда приезжает, уже серьезный человек, да, серьезный человек приезжает, он говорит, в Эстонию, я приезжаю, как последний раз был, это, ну, он там руководит баскетбольной лиги, он сказал, я в Эстонии, в Таллине был как частным визитом, как политик, первые 20 лет я туда не поеду, ну, я знаю, о ком ты говоришь, ты говоришь, ну, был, да, какой-то визит был, главе администрации, президента России, об Иванове, да, он действительно здесь был, если я не ошибаюсь, два раза, как президент федерации баскетбола, и действительно он такую сказал, вещь, о которой ты сейчас упомянул, что он приезжает сюда только как президент федерации, как частное лицо, но не собирается сюда приехать в ближайшее время, к сожалению, как политик, но мне вот что бросается мать в глаза, что очень часто у нас сюда приезжают, и в буквальном смысле зачастили российские такие оппозиционеры, как бывший чемпион мира по шаму, там, Гарик Каспаров, как Борис Немцов, как бывший премьер Михаил Касьянов, ты знаешь, у меня даже такое чувство, что они здесь хотят своего рода такой плацдарм, там, серо-буро-малиновой революции создать, вот как вообще, скажи, вот в Москве, в России, как вот относятся к этим оппозиционерам, представляют ли они вообще какую-то такую серьезную силу, и какие у них задачи, и вообще выполнимы ли их задачи, те, которые они ставят, когда они сюда приезжают и в своих интервью нам рассказывают? Ну, во-первых, я советовал бы эстонским политикам не настолько общаться с оппозиционерами, настолько реальными людьми, которые решают вопросы, решают. Мы больше любим почему-то с этими оппозиционерами это общаться. Теперь какая ситуация, на мой взгляд, сейчас это я не через газеты рассказываю, то есть, ну, как с точки зрения уже это москвича, это уже буду говорить, не только москвич, скажем, ну, пока человек, который сейчас там это, больше времени своей жизни прожил это в Москве. Когда, когда, скажем, где-то полгода тому назад, летом прошлого года, оппозиция, я считаю, что оппозиция, она довольно сильной позицией имела, как раз это среди населения России, особенно Москве, это представляло очень серьезную такую-то силу, очень серьезную силу. Это до президентских выборов? Да, это было, да. Но, сейчас неожиданно, в течение полгода, я говорю, вот это, скажем так, акции оппозиции, они настолько стремительно упали вниз, что из 100 тысяч, сейчас, если реально там 10 тысяч человек найдет, они потеряли абсолютно какой-то вес общества. С чем это связано, на мой взгляд? Понимаете? Потому что там, в оппозиции, почему я как раз предостерегаю эстонских политиков, что это не какой-то конструктивный подход, то туда собрано все, абсолютно не селектированно, это, понимаете, такой, это человеческий такой ресурс, абсолютно все, ну, знаете, все, кто куда-то не попал, все вот туда, это как солянку мы кидаем сюда, и вот это представляет, сейчас это на сегодняшний день, это оппозиция, сейчас это оппозиция, теряла среди этого, скажем, ну, реально, да, я же, среди реального населения Москвы, оппозиция сейчас теряла свою популярность. И когда они начинают с такой, понимаете, поиск, это начинается, это поиск, сейчас это и искать, они в Грузию ездили, и туда-сюда, ну, ищут, значит, за что бы схватиться, да, у нас своих проблем достаточно, но не надо через это делать какой-то себе, это политическую антирекламу, это не тот конструктивный путь, который мы нуждаем, зачем мы думаем об этой оппозиции, давайте думать больше о себе, о своем государстве, о своем народе, у нас что, мало проблем, что ли? Да, у нас предостаточно своих проблем. Поэтому, хотя, вот как раз это есть, некоторые, вот там это, я считаю, вот это, опять-таки, говорю, это не тот, через какой-то официальный опрос, но мы же общаемся с народом, мы общаемся с людьми, мы общаемся с людьми. Например, я считаю, что вот очень часто, это такие сильные позиции, популярности пользуются среди населения, Ксении Собчак, потому что, раньше я думала, ага, что-то, я не знаю, наверняка, говорились, или для показухи, да, нет, сейчас это уже человек, который может, это один прекрасный день становится, это уже политик будущего России, я не исключаю такого, я такого не исключаю. Но есть, конечно, и целый ряд там проходимцев, понимаешь, которые куда-то приткнутся, или что, да, я сейчас просто фамилии, не хочу называть, но для меня, которая это абсолютно, это никакого политического перспективы, который не имеет. Ну, насчет Ксении Собчак, все-таки, я лично думаю, что у нее есть какое-то такое, негласное, негласная договоренность с властями, потому что, мы же хорошо знаем, что у нее, ее крестный отец, это президент Владимир Владимирович Путин, и президент Путин был, очень хорошим другом ее отца, и начинал свою политическую карьеру как раз непосредственно под покровительством Собчака. Поэтому мне все-таки кажется, что ее такая вот оппозиционность, она больше наиграна, и может быть сделана для того, чтобы из нее сделать искусно, или целенаправленно оппозиционного лидера. Потому что я помню, когда у нее дома нашли миллион долларов, то потом, после некоторого разбирательства, ей эти деньги вернули. Вот у меня сразу такая мелькнула мысль, что она как бы такая, в конструктивной оппозиции, так же, как некоторые, мы знаем, политики, которые специально играют роль оппозиционера, на самом деле, они в одной обойме с властью. Ну, знаешь, Андрей, такая-то распространенная позиция, она уже, это Москве тоже эта позиция, это уже, это его, это уже, можно сказать, так это обсуждали. Ну, я могу сказать совершенно точно, что мы не знаем истину никогда, но есть какое-то это человеческое восприятие, предчувствие, как ты человека воспринимаешь, и что касается, допустим, ведь раньше к ней не было такого, я говорю, и многим там где-то, тот же второй человек Гудков, но человек, который уже идет не наигран театрально, с властями конфлик, а уже, ты не можешь это скрывать, это наигранный спектакль, или это не наигранный. Это может первое время, а когда ты наблюдаешь как-то за динамикой развития этой личности, человека, тогда все становится ясно. И когда ты уже жертвуешь чем-то своим, ты понимаешь, когда ты теряешь уже это все ведущие роли телеканалов, когда тебя уже никуда не пускает ведущий, когда ты абсолютно изгнанный человек, то самое второе, которое сейчас это с Гудковым, ведь есть тоже, которые оппозиционеры, якобы, которые есть такие, скажем, такие вечные политики, да, которые уже, честно говоря, уже никакой популярности не пользуют, они просто надоели, как типа Жириновский, там, Зюганов, ну, этим уже все понятно, да, которые держат там для спектакля все, ну, которые уже настолько вот здесь все сидят, понимаете, что это да, при этом случае. А что касается новых этих людей, я считаю, что здесь никакой политической договоренности нет. Ну, ты считаешь, что вот реальная сила у оппозиционеров, которые зачастили к нам сюда в Таллинн, и часто у нас на пресс-конференциях выступают, то за ними никакой реальной силы... Никакой. И что в последнее время, я вам скажу честно, и в последнее время действительно рейтинг это президента Путина очень высок. И этот рейтинг вырос. Это не просто это, это не просто это там, это через газеты, через интернет мы читаем. Это рейтинг очень высоко вырос. И не только благодаря, что вот там он где-то полетел, как ангел там, журавлями, или еще вот батюшка летит, или что-то, так это нет. Это есть, это целое, я вижу вот, и сейчас, что очень важно, сейчас, да, это якобы объявлен борьба, то есть в Москве объявлена борьба с коррупцией. Ну, это же всегда было объявлено. Ну, реальных действий же нет, и сейчас, как раз, я считаю, для президента, среди точки зрения населения, среди точки зрения населения, сейчас это самый главный пробный камень. Там есть несколько громких дел, все это об этом знают, будут результаты, или не будет, или опять будет это, типа того, я своих не сдаю, понимаете, такая пресловутая фраза, которая немножко, это среди народа, это среди населения ходит. И вот это будет сейчас самый главный пробный камень. Ну, Майт, я у тебя еще вот спрошу, меня вот, например, всегда волновало отношение России с Грузией, как ты считаешь, вот сейчас, после того, как партис Саакашвили проиграла на последних выборах, и новый пример, как сейчас вот чувствуется, что улучшение отношений между Россией и Грузией. Я знаю, что один из российских олигархов, он даже купил, за баснословные деньги, купил грузинскую компанию, которая производит Боржоми, и скоро вот-вот Боржоми должно появиться на российских прилавках, после того, как, вот после того, известного конфликта 2008 года, москвичи и россияне не могли эту воду покупать на прилавках своих магазинов. Ну, безусловно, я думаю, что все решает народ, и все временно, и я уверен, что это будут улучшаться, и эстонские, эстонско-российские эти отношения, они будут, потому что все в истории очень быстро меняется, меняется, это сегодня, нам кажется, какие-то периоды очень длинные, и то, что в Грузии, ну, понимаете, здесь это есть, здесь слишком много дров наломано, и это уже обратно не вернешься. Ведь то, что это произошло, это война, то, что ты имеешь в виду, мы не можем уже обратно это понимать, и все, границы уже есть, понимаете, это уже нельзя вернуть. И вот это как раз самая больная проблема, потому что, какие не были бы грузинско-русские отношения, эти границы обратно нельзя переставить. И вот это проблема, потому что, ну как это, с одной стороны, я знаю, я же с народом общаюсь, я не читаю газеты или то, что предлагается только с телевидением. Я же вижу, я общаюсь, у меня очень много друзей во всем, и в Грузии то же самое. Ведь что касалось это во время Саакашвили, там население было тащено на две категории, это поделено. Было, которые сторонники, были там, это люди, которые, хотя и оппозиционеров было тогда уже больше. И теперь, когда уже власть в Грузии поменялась, теперь уже люди начинают... А пока сегодня еще президент. Ну, скажем так, уже это президент, это как это... Уходящийся. Да, король умер, да здравствует король. В таком плане, извините. Вот. И теперь люди уже начинают говорить на самом деле. Потому что мы же все-таки это через прессу очень много общаемся. И там не так уж все гладко было. Все говорят, это все, это русская пропаганда, московская пропаганда. Грузия разлетает, Грузия все это хорошо. Да нет. Грузия очень бедная страна, на самом деле. Он, если даже из самых союзных республик, бывших, может даже как раз это одна из самых бедных республик. Одна из самых А была самая богатая? Богатой она не была просто, но я чувствую, что население очень радуется этому, что это как раз снова, то есть те связи, те традиции, которые, это взаимоотношения были созданы, созданы, что они восстановлены. И я думаю, что нам об этом надо в первую очередь в Эстонию. Мне все-таки интересует в первую очередь эстонская судьба Эстония. У нас есть что решать. То, что это происходит между городом Таллинном и республикой, это абсолютно ненормальное явление, когда две силы говорить, не шагу назад, понимаете, вместо этого, чтобы искать какие-то точки соприкосновения, делать шаг к шагу ближе, каждый стоит на своем, понимаешь, и как раз наоборот, тем хуже, тем лучше мои позиции. Фильтр Brita Online Exit Plus идеальное решение для вашей кухни или для маленького офиса, пассе, ресторана. Он монтируется подмойку, не занимая много места, а очищенная питьевая вода поступает прямо из специального крана. Установка системы проста, это можно сделать самому с помощью инструкции или поручить работу в сантехнику. Многоуровневая фильтрация системы Online Exit Plus неизменно гарантирует высокое качество воды. Brita Online Exit Plus для вас и вашей семьи. Наслаждайтесь вкусом и качеством воды в любое время. Познакомиться с Brita Online Exit Plus можно в магазине Brita в Таллине по улице Мунана 50. Комплект Brita Online Exit Plus вы можете выиграть на телеканале Арсен. Всего разыгрывается 4 комплекса. Каждый день на телеканале Арсен. ТВ-чат, Викторины, опросы, частные объявления все условия найдешь в самом чате. Отправляя сообщения ты поддерживаешь детский фонд. ТВ-чат на телеканале Арсен. Поболтаем? Артекон радио Тальдер. Артекон радио Таллинн. Артекон радио Таллинн. Артекон радио Тальдер. Артекон радио Таллинн., Артекон радио Тальдер Поповал Ты поменял бы или же видоизменил бы нашу политику для того, чтобы наши экономические отношения и с Россией, и экономика в целом в Эстонии стала бы лучше и стала бы процветать? Ну, я не волшебник, во-первых, да, я не могу сказать все, что это происходит в Эстонии, все, что творится в городе Таллине, что я могу это все абсолютно согласиться и все критиковать. Мы все-таки в первую очередь не должны забывать свое историческое прошлое, у нас оно очень тяжелое, если не делать урок из истории, это просто, ну, я думаю, неумно государственно это руководить. Но мы должны исходить в первую очередь из сегодняшнего дня. Ну, смотрите, ну какие процессы в мире, особенно в Европе, происходят. Происходит колоссальная интеграция, экономика уже перемешивается, деньги уже одни. Нацию надо сохранять, но мы не можем, понимаете, просто это определить уже, что вот если у нас только две нации в мире существуют, так это у эстонских политиков, я не знаю, вот только Эстония и Россия. И только они... Ну, хорошо, скажем, если Европейский Союз завтра развалится, мы держимся, как за последний вагон, мы туда цепились и держимся, ездим там. Ну, если бы ирут, отрубят, что дальше мы будем делать? Что мы будем дальше? У нас никакой экономики нет. Что мы будем жить? Только за счет, и тогда будем звать этих русских туристов из Бетербурга, из Москвы, которые на праздники, на Рождество, на Новый Год сюда нам приезжают. Тогда они становятся у нас хороши, когда вообще у нас уже будет кислород перекрыт. Но очень проблема. Поэтому решение, понимаете, я категорически не могу соглашаться ни с властями города Таллина, ни с властями нашей республики, которые постоянно, постоянно только используют эту проблему конфронтации между двух нациями. Но власти Таллина никогда не используют? Вот это, понимаете, я вижу очень Таллина, есть очень много таких интересных моментов, но я не согласен тоже с тобой, Андрей. Я могу сказать тоже, которые очень многие такие эти методы для меня. Я к русавизору уважением отношусь, уважением отношусь, но есть вещи, которые я никогда с ним не могу соглашаться. Он начинает, здесь уже это мы, даже проблема, что мы говорили о московских, понимаете, таких уже политических таких, это мастодонтов, как Жириновский, Зюганов. Я вечно и отсюда никогда не двинусь и все, я живу уже для себя. Я вижу эти симптомы, понимаете, я вижу эти симптомы, давай поспорить. Я могу, это есть такие популистические явления, которые я не могу. Таллинн доплачивает лекарства, Таллинн доплачивает пенсию. Я начинаю, беру статистику, начинаю изучать, понимаете, чисто. Получается, получается 60 евро в год на человека, это что получает? Сколько у нас это в году в месяц? 12 в месяц. Давай 60 поделим это на 12, 5 евро в месяц. 5 евро в месяц на лекарства, понимаете? Но это смешно, это чисто, это чистая показуха, извини за выражение. А где-то деньги там это потом, это добавляется, это совершенно с другого места. Я вижу такие симптомы, я не вижу, что тоже есть какой-то стремление найти с властями республики общий язык. Есть, наоборот, укрепить свои позиции, позиции и вот это как, это крепость Томпия, и отсюда никуда, понимаете, это там это, и во всем видят только врагов. Используют это в своем, это в своем, это в политических целях. Понимаете? Поэтому я не могу всем это согласиться. То же самое, знаете, все в жизни требует смены, всему свой черед. Но сейчас, я считаю, очень много, в первую очередь, Эстония требует новых политических сил. Потому что все, что мы видим, это последние годы, все это те же самые лица, те же самые слова. Каждый человек становится очень самоуверен, только я знаю, только так. И никакой гибкости, исходя из тех процессов, которые сейчас происходят в мире, в Европе, мы не можем, почему-то мы не хотим делать вывод. А почему? Я сказал, почему. А вдруг мои позиции начинают шататься. Вот в чем суть. Скажи, вот, для нашей молодежи, которая смотрит нашу передачу, как вот на твоем примере добиться сегодня успехов в Москве, чтобы достичь таких высот, как наши соотечественники, которые достигли в Москве, о которых мы сегодня в нашей передаче говорили? Ну, во-первых, надо всегда остаться верен самому себе. Какие бы преграды у тебя на дороге не стояли, какие бы твои недруги не поставили, какие преграды. Если у тебя нет веры собственной силы, нет веры собственной цели, тогда можно даже на этот трудный путь туда и пойти. Если ты будешь думать, а, вот здесь будет преграда, я его пойду тогда. Если снимется, я пойду тогда только дальше. Нет, только надо видеть это слепо перед собой. Цель пустили, цели даже иногда кажутся не совсем реальны. Это я могу просто это, исходя из своего жизненного опыта, потому что, ну, возможно, я даже не пожелаю такой судьбы, которая у меня сложилась, да, это другим. Но, с другой стороны, это моя судьба, и я не хотел бы это по-другому. Но, если мне всего бы было... Да, возможно, я какие-то, может, это некоторые вещи делал бы в своей жизни по-другому. Может, некоторые глупости, скажем, молодости, я все-таки вычеркнул бы это. Знаете, бывает это, когда спрашивают, ну как? Он говорит, ну, конечно, это есть о чем рассказывать. То есть, ну, есть что было, да? Ну, стыдно рассказывать немножко, вы знаете. Ну, это тогда уже идеальный вариант. А если у человека нет цели, если он не верит, ничего не у него получится. Мы напоминаем, что мы вели очередную передачу из серии «Бабах», и нашим гостем сегодня был олимпийский чемпион Майт Ризман. Вел передачу Андрей Биров.